Ребят, всем привет! Меня зовут Аня. Сегодня я буду снова снимать проверку моего мужа. В прошлом видео он не изменил, если можно так сказать, с двумя девочками, с нашими подставными девочками. Сегодня я снимаю совсем неожиданный выпуск. У меня был план совсем другой, но мне написала Афина, да. Её нашёл мой муж. Вот с чего бы вдруг мой муж её решил найти. Но сейчас я покажу вам их диалог. Для меня это тоже неожиданная новость. Он появился у неё в доме совсем внезапно. Кстати, давайте я покажу вам, как Афина изменилась. Она уходила в магазин, якобы пополнить баланс, и вот задонатила в игру, чтобы прокачать своего персонажа. Также она купила зайца меломана для нашего Филиппа. И если всё пойдёт по плану, то она его должна будет ему отдать. Афина прокачала себя до 17 уровня. У неё уже 84 тысячи имиджа и 47 тысяч комфорта. Она по-прежнему одна. Мне кажется, Филипп явно сможет меня бросить ради такой красотки. Ну, в общем, давайте я покажу вам их диалог. Он случился совсем внезапно. Филипп нашёл мою приятельницу и написал «Привет, ты уже вернулась?» Она ответила «Не ожидала, что ты найдёшь меня вот так внезапно, если честно». Дальше он спрашивает «Задонатила на зайцев? Ха-ха, шучу». Ну и шуточки, конечно, у моего мужа. Просто в комедиклаб выступать. Далее Афина отвечает «Я же обещала тебе подарить меломана и умника, но сперва давай проведём время вдвоём». Дальше мой муж предлагает сходить на пляж. И Афина отвечает, что это отличная идея. Сейчас купальник найду. Затем Филипп уходит походу на пляж. И Афина пишет мне в ВКонтакте, что её нашёл мой муж. Заходи в игру. Я скорее сюда бегу, бегу, захожу в игру. И она меня начинает прятать. Надеюсь, Филипп внезапно не появится у неё дома. Она меня должна поскорее сейчас спрятать. Как всегда, нашла самое подходящее место для меня. Ждём, когда она закроет меня этим шкафчиком. Всё, замечательно. Меня спрятали. Но миссия у нас начинается. Они сейчас отправляются на пляж. Афина мне будет присылать скрины. Я уже ни на что не надеюсь. Мой муж меня предал. Предал дважды. Возможно, это видео посмотрят ещё его девушки. Кстати, напишите в комментах, если вы видели моего мужа. С кем он был вообще. А может быть, лично вы общались с ним. Да что я спрашиваю. Может быть, вы и есть его девушка. Люди, пишите в комментах, с кем встречается Филипп. Возможно, с кем-нибудь из вас. И мы такие сейчас сидим бабоньки и охаем. Типа, меня вообще смотрят его девушки. И даже не знают, что он женат. И жена его ещё как бы существует. Афина ушла на пляж. Она мне присылает фотографии, как они проводят вместе время. Ну, посмотрите, вообще загорает. Что бы разгорел под этим солнцем. Кстати, пока я сижу за шкафом, я думаю, может быть, что-нибудь одеть другое, чтобы появиться с Филиппом в другом обличии, в другой одежде, если быть точнее. Мне кажется, можно выбрать какой-нибудь снаряд. Что если мы оденем кегуру микролика и вообще весь комплект этот? Нет, меня ушки палят. Филипп, когда уйдёт, точно заметит это. Я думаю, он не совсем слепой. Хотя нет, кого я обманываю? Он слепой. Ну, пускай такую красотку. Давайте, в общем, наденем свой любимый парик. Платье богиня любви. Это всё, вот точно про нас. Мы богиня любви. Сидит за шкафом отчаянная богиня любви. Также можно выбрать какую-нибудь заколку с серёжками. Мне кажется, образ готов. Давайте сейчас я вам покажу, что у них происходит на пляже. Мне уже Афина присылает скрины. Киркоров спрашивает, у тебя всё ещё нет парня? У меня бомбит, вот почему его это интересует? Ты женатый человек, у тебя есть дети, и ты интересуешься, есть ли парень у этой девушки? Афина отвечает, нет, а что? Далее Филипп отвечает, я бы мог им быть. Ты бы не мог им быть, у тебя есть жена. Бессовестный человек. Афина спрашивает, ты предлагаешь мне встречаться? Филипп кидает ей вопрос на вопрос, а ты правда подаришь больших зайцев? И они продолжают закидывать друг друга вопросом. Афина спрашивает тоже, тебе от меня только подарки нужны? Мне кажется, ему подарки от всех нужны. Дальше он извиняется, нет, нет, извини, я просто спросил. И Афина написала, да я шучу, мне не жалко для своего будущего парня подарков. А когда мы будем встречаться, я тебе ещё больше подарю. И добавляет сердечки в конце. Вот с первого взгляда вроде бы безобидная переписка, но на самом деле так не поступают близкие люди, особенно муж. Как он может так легкомысленно себя вести? Дальше Афина зовёт его к себе в гости. И вот я жду их, сижу за шкафом, время идёт, они всё ещё на пляже. Ждём, когда они подойдут сюда. Не знаю, я планирую вылезти из шкафа и посмотреть его реакцию. Пока их нет, я сижу в магазинчике, ищу какие есть новинки здесь. Очень классный парик. Возможно, после того, как мы закончим снимать, я решу поменять внешность, обновить, начать всё с чистого листа. Всё, Афина подошла, подошла Афина наша. Ждём Филиппа. Филипп пришёл. Ну, конечно, он пришёл. Она же пообещала ему зайцев, меломана и умника. У Филиппа очки. Скрывает свой бессовестный взгляд. Написал спасибо. За что спасибо? Наверное, она отдала ему меломана, может быть. Не знаю, спрошу у неё потом. Татуировку набил. Ну, вообще, крутой пацан. Штаны только потерял по дороге к Афине. Подожди, Афина пишет. Давай поиграем в правду или действие. Две правды и два действия. Да, это был наш план. Я предложила ей поиграть с ним в игру правду или действие, чтобы она заставила его выполнять несложные задания. Хорошо, детка. Что? Я не знаю, это нормально, когда он обращается к девушке? Детка? При жене. Первая правда. Ты любишь свою жену? Да, мы договорились, чтобы она задавала такие провокационные... Ну, нет? Как? Теперь ты. Сколько парней у тебя было? Филипп интересуется, сколько парней было у Афины. Ну, поменьше, чем у тебя, девушек. Вот так вот легко он ответил нет. Все, ребят, мое сердечко разбито. Пишите слова поддержки. Кстати, всем большое спасибо. Вы пишите мне, не обижайся на него. Это так приятно, это так мило. Спасибо, что вы есть, ребят. Если честно, один. Он тоже пропал из игры. Афина играет роль такой невинной девушки, что для нее тоже отношение это очень важно. Короче, два сапога пара. Ну, вот так легко он сказал, что он не любит свою жену. Почему он меня так ненавидит, я не знаю. За то, что я ушла. Возможно, он изменял мне, когда я с ним была. Теперь действия. Признайся мне в любви. Так. Сейчас посмотрим, сможет ли он вот так вот легко признаться в любви Афине. Я думаю, это совсем будет чересчур. Хотя бы с женой бы сначала расстался, а потом в любви признавался. Ах, ах, окей, я люблю тебя и сердечко добавил. Ах ты, козлина, ах ты, козлина, как ты можешь такое говорить? Ну все, ребят, я ему устрою. Я ему дома устрою. Год на коврике спать будешь. Теперь я, поцелуй меня. Что? Опять он понюхал ее волосы. Какой поцелуй? А еще чего хочешь? Поцелуй. Моя правда, сколько у тебя было девушек? Так, сейчас мы узнаем всю правду. Давай, напишет, наверное, миллион, миллиард девушек. Жена только. Теперь только ты. Единственная... А как же песня единственная моя? Как это мило. Ох, ребят, мне уже кажется, что я недостойна такого замечательного человека, как Филипп. Ты часто донатишь? Куда уж там? Им уж подарки с небес валятся от девушек. Афина отвечает, каждый день теперь буду ради тебя. Ну конечно, каждый день будет ему зайца дарить. Новый день, новый заяц. Или нет, по понедельникам меломан, по вторникам умник. Осталось действие. Пригласи меня на свидание. Афина хочет, чтобы Филипп позвал её на свидание. Конечно, мне это видеть не очень приятно, так как Филипп всё-таки мой муж пока что. Нет, бы удалил. И всё, у меня было бы ноль вопросов. Но он меня не удаляет. И я его не удаляю. В чём прикол, ребят? Я не понимаю. Но это легко. Гоу в кафе на выходных. Я тебе свечку подарю. Знаешь, куда я тебе эту свечку вставлю? Спасибо, я не против. Надо будет что-нибудь купить. Наверное, она хотела написать. Надо будет тебе что-нибудь купить. Ну да, например, Зайцин. Десять меломанов за свидание с Филиппом. Станцуй для меня в купальнике. Может быть, тебе ещё и балет сприсать? Ребят, ну он обнаглел. Мне кажется, он обнаглел. Ради тебя что угодно. И начинаются мега танцы. Афина отжигает по полной. Филипп аж сам заходил. Перевозбудился парень. Штаны держи, чтобы не слетели от смеха. Ну всё, давайте выходим. В общем, ребят, всё, я эпично вышла. Видео уже слишком долго идёт. Я его поделю на две части. Если вы хотите узнать, чем закончилась наша переписка, обязательно поддержите видео лайком. Также пишите в комментариях слова поддержки. Я всё читаю, на всё отвечаю. Мне безумно приятно. Я очень ценю это. Желаю, чтобы у вас в жизни было поменьше вот таких вот предательств. Вообще, пишите в комментариях, у кого какие были предательства в игре. Давайте поддерживать друг друга. Также напишите те, у кого счастливые отношения. Мы тоже за вас порадуемся. Ну а на этом видео подходит к концу. Всем большое спасибо за внимание. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!